Эффекты стилизации Эффекты стилизации наверняка тоже знакомы тем слушателям, которые работают с фотошопом. Они оттуда пришли и большая часть этих эффектов фотошоповские, растровые. Давайте их посмотрим. Первый же эффект, Drop Shadow, тень, я покажу с обычным кружочком. Пусть будет это градиент с разными оттенками. И чуть-чуть смещу с помощью инструмента градиент центральную точку. Пусть это будет радиальный градиент со смещенной центральной точкой. Выделяю объект и обращаюсь к эффектам стилизации. Такое небольшое предупреждение. Чуть ниже перечислены фотошоповские эффекты. Их в большинстве случаев мы применяем именно к фотографиям. Но можно также к векторным объектам. Но некоторые из них с векторными объектами абсолютно неинтересно смотрятся. Это все-таки фотошоповские эффекты. Еще раз. Мы выбираем эффект стилизации и Drop Shadow, тень. Drop Shadow, тень. И, пожалуйста, превью включу, чтобы было все видно. Тень по умолчанию получается черного цвета. Вы можете выбрать любой другой цвет, если есть такое желание. Если просто выбрать вместо Color Darkness, то только получается темно-серый оттенок. Режим наложения, если есть фон, по умолчанию Multiply. Хотя вы можете выбрать абсолютно любой другой, хотя бы Normal, если это сочетается с фоном. Насыщенность, Opacity или непрозрачность по умолчанию 75% тоже абсолютно спокойно вы можете это менять. Смещение по горизонтали или по вертикали тоже все в ваших руках. Блюр, размытие краев тоже выбирайте, как вам хочется. И, окей, не забываем, если вам понадобится редактировать этот эффект, вы через панель Appearance все сделаете. Я сейчас продублирую эту фигуру с тенью и захочу делать тень падающей. Как будто на этот шар падает свет сверху слева и от шара тень должна упасть на горизонтальную поверхность. Чтобы тень падала, я, естественно, захочу наклонить, задать наклон тени. Но объект вместе с тенью пока вместе. Чтобы разъединить день и объект, мы обязательно должны делать Expand Appearance, разобрать оформление. После Expand Appearance, разобрать оформление, один, а то и два раза Ungroup. Один-два раза Ungroup. Щелчком по пустоте снимаем выделение и берем только тень. Вот тень уже в свободном плавании. Кстати, обратите внимание на панель контроль, на панель опций. Это Image, это изображение. Я вручную, просто с помощью инструмента Shear, наклоню эту тень. Возьмусь за верхнюю границу и, пожалуйста, задам наклон. Поставлю в нужное место. Немножко уменьшу Opacity. Вот такая падающая тень получается после того, как мы разъединяем тень и объект. Дальше. Остальные эффекты тоже интересны. Тоже знакомы, наверняка. Эффект фидер, растушевка. Края становятся такими полупрозрачными, такое затухание интересное работает. Пожалуйста, выбирайте любой радиус для затухания. Чтобы убедиться в том, что края получаются полупрозрачными, я поставлю перед этим шариком. Вот такие полупрозрачные края. Кстати, если вам эффект не нравится, вы в любое время через панель Appearance можете отправить в корзину, удалить этот эффект. Все делается здесь, на панели Appearance. К объекту применю следующий спецэффект. Inner Glow. Внутреннее свечение. Внутреннее свечение бывает двух видов. Либо Edge от краев. Немножко увеличу блюр размытия. Edge от краев. Либо Center от центра. Вы можете изменить эти параметры. Opacity, режим наложения. Можете изменить цвет, выбрать абсолютно любой другой оттенок. В режиме Normal это будет лучше видно. И, конечно, один из двух вариантов, Edge или Center, вы можете выбирать. Следующий эффект. Я здесь еще раз специально показываю, как я удаляю эффекты на панели Appearance. Следующий эффект. Это уже внешнее свечение. Outer Glow. Внешнее свечение. Тоже выбирайте любой цвет, любые насыщенности и так далее. Все абсолютно в ваших руках. Любой размер размытия. Иной раз хочется, чтобы понасыщеннее такой эффект работал. Но это свечение. Внешнее свечение. Вот три, прошу прощения, четыре таких эффекта, растровых. Еще два эффекта в этой же стопке, но уже векторных. Я сейчас покажу. Например, эффект скругления углов. Любые углы, и у звездочки, и у прямоугольников, и у каких-либо квадратиков, трапеций, вы можете скруглить, пожалуйста, с помощью этого спецэффекта. Радиус скругления выбираете. И вот такой элемент получается. Довольно интересно работает самый последний спецэффект. Последний спецэффект. Любую заливку, кроме мэш, может преобразовать в штрихи. Штрихи. То есть ощущение, что там просто ниточки проходят. И не только заливки, но и целую иллюстрацию. Только не забываем, что мэш не будет подчиняться этой команде. То есть если есть мэш среди объектов, то, увы, процесс дальше не пойдет. Вот такие штрихи с разной кривизной, пожалуйста. И вариации кривизны. Где-то очень криво, где-то прямые сегменты. Благодаря этим вариациям. Спецэффект, интервалы между этими штрихами. Тоже вариации. Где-то плотно, где-то довольно разреженно. Вот так выбирайте любые варианты. Пожалуйста. Вариации уменьшу, поставлю более точное значение. Поворот этих штрихов делается здесь, наверху. Если хочется двигаться наружу или вовнутрь, это делается с помощью ползунка. Под оверлайп. Вот так вот. И, как я уже сказала, сейчас попробуем, поэкспериментируем. Если не ошибаюсь, там не должно быть никаких мэшов из первого раздела. Хотя бы первую же иллюстрацию я сейчас открою. Я блокировку сниму на панели Layers, чтобы все выделялось. И попробуем, посмотрим, как этот эффект будет работать с целой иллюстрацией. Выделяю все. Ctrl-A. И применяю эффект вот таких штрихов. Пожалуйста, довольно интересные, как будто карандашные наброски получаются. Попробуйте. Продолжение следует...